В этом году труженики сельхозпредприятий Славянского района потрудились на славу. Главный показатель такого труда – хороший урожай. На днях состоялось честование работников агрофирмы «Приволье», где подвели общие итоги уборочной страды. На праздники урожая в сельском клубе Прикубанского сельского поселения побывали Надежда Неткачева и Александр Косицын. В сельском клубе Прикубанского собрались те, кто весь год трудился, не покладая рук на благо своего предприятия. Механизаторы и агрономы, трактористы и водители, доярки и скотники – все те, кто посвятил себя работе в сельскохозяйственной отрасли. Поздравить с Днём урожая тружеников агрофирмы «Приволье» приехал глава Славянского района Роман Синеговский. Для такого хозяйства я, прежде всего, ставлю задачу для себя, как я говорю, не мешать, если всё получается. Второе – это помогать тем, чем нужно, субсидиями, какими-то ещё поддержками различными формами. Ну и самое главное, сейчас мы гордимся вами за ваш труд. Агрофирма «Приволье» образована 24 января 2005 года. Директору Сергею Логошину, благодаря упорному труду и стараниям тружеников предприятия, за несколько лет удалось сделать агрофирму преуспевающей и современной по производству и переработке сельскохозяйственных культур, выращенных на кубанской плодородной земле, и наладить выпуск продукции торговой марки «Молочная жемчужина». Урожай зерновых культур 2014 года, по словам директора, превзошёл все ожидания. Мы получили огромное удовлетворение от результатов этого года. Сами себе восхищаемся и не знаем, как это получилось. Либо Господь Бог помог, либо и мы сами на что-то способны. Урожай прекрасный. Действительно, агрофирма «Приволье» в этом году достигла хороших результатов. Главное тому подтверждение – первое место по урожайности в Краснодарском крае среди хозяйств, площадь земель которых – более 2000 гектар. Общий валовый сбор зерновых, колоссовых и зернобобовых культур составил более 50 тысяч тонн. Из них – 30 тысяч тонн риса, урожайность которого – 83,1 центнера с гектаром. В агрофирме «Приволье» работают люди, которые любят своё дело. Предприятие достигло стабильного роста, больших успехов, хорошего урожая именно благодаря трудолюбивому и профессиональному коллективу. Многие из работников фирмы – многократные победители районных конкурсов лучших механизаторов, мастеров машинного доения, скотников. В этот день более 100 тружеников этого хозяйства получили благодарственные письма и подарки. Среди них – Максим Сафаров – агроном. На торжественном мероприятии ему присвоили почётное звание лучшей по профессии. Более шести лет он трудится в агрофирме. Трудности, они есть везде. В общем, к работе нужно относиться, к всем трудностям нужно относиться немножко с юмором, немножко как бы не обращать особое внимание на эти трудности. Нужно стараться допускать меньше трудностей, знаете, преодолевать это всё потихонечку. И всё будет хорошо. В принципе, ничего. Поначалу была сложность, сейчас всё потихонечку наладилось. Всё хорошо. Для работников сельского хозяйства День урожая – особенный праздник. В этот день подводятся итоги упорной работы тружеников, которая длится на протяжении всего года. Мало времени у них остаётся на отдых. Уже во время первых февральских окон труженики вновь начнут работу на полях, не покладая рук, для того, чтобы на наших столах были только свежие, качественные и натуральные продукты. Надежда Неткачева, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова